Научный атеизм подвела наука Сенсационные результаты исследований, которые провели сотрудники университета Райса в США. Оказывается, среди современных ученых стремительно растет число глубоко верующих людей. Судя по данным социологического опроса, проведенного среди специалистов в самых разных областях науки, о своей религиозности уверенно заявляют более половины респондентов в Италии, Турции, Индии, а в Гонконге и на Тайване в процентном отношении. Число верующих ученых даже превышает уровень религиозности всего населения. Результаты опроса вызывают неоднозначную реакцию. Скептики обращают внимание на то, что одним из спонсоров исследования выступил фонд Тэпплтон, который в последнее время особенно активно поощряет развитие богословия, а его ежегодная премия больше Нобелевской. И все-таки, что заставляет ученых с мировым именем отказываться от материалистических убеждений ради веры в непознанное и непознаваемое? Можно ли воспринимать священное писание как научный трактат, где прописаны скрытые пока от человечества знания? Какие научные открытия предсказаны в Библии? Век атеизма заканчивается. Давайте, до свидания. Можно ли измерить силу молитвы? Из Бога в уравнении делать нечего. Сколько весит душа? Ученые дают конкретный ответ на конкретные вопросы. Есть ли выходные у смерти? По сути, мы ничего не знаем. Кто мы, что? Мы можем знать только эту жизнь. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Иерусалим, 28 декабря 2017 года. Тысячи израильтян приходят к стене плача по зову министра сельского хозяйства Ури Ариэля. Тот просит сограждан помолиться о неспослании дождя после долгой засухи. Газета «Идиот-охранот» отзывается ироничным комментарием. Молитва неплохая штука, но министр может влиять на ситуацию и более земными способами. Однако, 29 декабря, на следующий день после коллективного молебна, в некоторых районах Израиля действительно пошел дождь. Совпадение или божественное чудо? Вообще говоря, в этот термин, он лежит вне науки. Ученые дают конкретный ответ на конкретные вопросы. Может ли истинный ученый признать существование высшей воли неподвластной законам природы? И если да, что это? Величие науки или ее бессилие? Я стал искать, и в результате этих поисков я, в конце концов, пришел к церкви. Это самый главный выбор, который был мной в жизни совершен. Кандидат физико-математических наук, протеерей, старший православный священник, Кирилл Копейкин, выпускник Санкт-Петербургского университета, вот уже 20 лет служит настоятелем вузовского храма, что заставило его внезапно поменять вектор своей жизни. Священник уверен, путь к храму ему указала именно наука. В начале 20 века произошла настоящая научная революция, смысл которой, мне кажется, не осознан нами до сих пор. Вот все, что мы сегодня знаем о мире, оно подталкивает к нас, к необходимости признать, что наша картина мира не полна. Иерусалим – город трех религий, храм гроба Господня. Отсюда с хождением благодатного огня ежегодно начинается празднование православной Пасхи. Самовозгорающееся пламя – дива или научный факт? Московскому физику Андрею Волкову судьба дает шанс найти ответ на этот вопрос. Случилась совершенно, действительно, невероятная история. Сложились все обстоятельства таким образом, что я смог оказаться в этом храме. Планировалась специальная съемка регистрации с хождением благодатного огня на научном оборудовании, прямо непосредственно под камеру вот этого спектра регистрации электромагнитного безлучения. Весной 2008 года Андрей Волков заблаговременно располагает свою аппаратуру на месте библейской Голгофы. Ученый вместе с тысячами паломников видит, как крестный ход во главе с Иерусалимским патриархом трижды обходит часовню над гробом Господним и останавливается перед ее вратами. Все внутренние огни потушены. Патриарх остается в одном хитоне, чтобы засвидетельствовать, при нем нет ничего, что могло бы вызвать огонь. После долгой молитвы мраморная плита над местом погребения Христа озаряется огненной росой из шариков голубоватого цвета. От них зажигают лампады и свечи. Московский физик в это время следит за реакцией приборов. Те фиксируют резкий всплеск электромагнитного излучения. Мы не можем сейчас сказать, по какой причине возникает электрический разряд. Мы не понимаем его природу, почему он сходит именно накануне православной Пасхи. Но то, что огонь рождается в результате электрического разряда, вполне можно утверждать достаточно уверенно. Ученому удается подтвердить и древнюю легенду о гневе Господне. Однажды священный ритуал был нарушен, и благодатный огонь попытался принять представитель неправославной конфессии. В ответ на это святотатство молния рассекла мраморную колонну храма, из которой появилось сакральное пламя. Поскольку мы довольно много занимались в Курчатском институте воздействием разрядов на неорганические материалы, то можно с большой уверенностью говорить, что тот след, та трещина, которая есть в этой колонне, это след электрического разряда. В этом смысле мы фиксируем не само чудо, мы фиксируем некий след этого чуда. Эксперимент в Иерусалимском храме много говорит о современном состоянии науки. Поиски ученых раз за разом позволяют обнаружить невероятные явления. Их можно зафиксировать и даже исследовать новейшими технологиями, но нельзя объяснить. Душа американского ученого Юджина Шумейкера говорит с нами из космоса. Исследователь завещал после смерти отправить урну с его прахом на Луну. Каково же было изумление, когда со спутника Земли вдруг стали приходить звуковые файлы. После их расшифровки выделялась одна и та же фраза. Я Юджин, как слышите, прием! Юджин Шумейкер был знаменитым астрогеологом. Изучал влияние космических тел на природу Земли, грезил полетом на Луну. При жизни отправиться в межпланетное пространство помешало здоровье. Мечта сбылась только после смерти. Как говорят в таких случаях, душа успокоилась. Но что это такое душа? Можно ли найти ей научное толкование? Когда-то поиски ответа на эти вопросы определили судьбу кандидата физико-математических наук Кирилла Копейкина. Все время мучила какая-то непонятная боль внутренняя. Вопрос стоял, для чего? Ну, хорошо, вот там, допустим, совершу великое физическое открытие. Ну и что? Ну, хорошо, получу Нобелевскую премию. И что? Стану ли я от этого счастливее? Изменится ли что для меня? Ну, душа, она не получала какой-то вот пищи, что ли, для нее необходимой. Наука возникла из попытки познать Бога, чтобы более глубоко, неповерхностно, ненаивно понимать Библию. Бог покарал человечество всемирным потопом, пощадив лишь семью праведного Ноя. Испепелил Содом и Гаморру в наказание за грехи. Атеисты считают, что изложенные в Библии истории – это всего лишь нравоучительные притчи, никак не связанные с реальностью. Но удивительное дело – с каждым новым столетием тексты священных книг получают все больше научных подтверждений. И существует такая наука, настоящая наука, библейская археология, которая копается в земле и находит подтверждение тем фактам и тем тезисам, которые содержатся, например, так скажем, в Священном Писании. И действительно, кстати, не только в Священном Писании иудеев или христиан, но и то, что находится в Коране, или то, что находится в священных книгах других народов. Одной из самых громких сенсаций 20 века найден библейский Ноев Ковчег. В 1955 году французский альпинист Фернан Наварро обнаружил на горе Арарат кусок обшивки древнего корабля. Радиоактивный анализ, проведенный в разных лабораториях, подтверждает возраст постройки – около 5000 лет. В наши дни экспедиция американского археолога Стива Коллинза находит в Иордании остатки древнего селения – ровесника Содома, действительно уничтоженного огнем и серой, как это описано в Священном Писании. Очень много перекликаний последних научных открытий с какими-то постулатами, которые были записаны в древних книгах. Я считаю, что в этом плане последние исследования показывают, что все-таки что-то реальное и какая-то некая информация о изначальной структуре мира была записана правильно. То есть она была просто облечена в мифологическую форму, которую нам трудно понять. «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. В библейской притче Христос указывает своим последователям путь к высшей истине через таинство крещения. Но что стоит за его словами о единстве воды и духа? Может ли современная наука дать им верное толкование? Вода улавливает наши биотоки. К такому сенсационному выводу пришел профессор Алтайского технического университета Павел Гаськов. Ученый ставил очищенную и защищенную от всякого влияния воду рядом с пациентами и выяснил, что ее структура раз от раза меняется. Причем каждому человеку свойственна своя водяная настройка. По оценке специалистов, изменения в молекулярном строении воды происходят под воздействием некой энергоинформационной субстанции. Для каждого человека она неизменна, как отпечатки пальцев или ДНК. Вода – это уникальное вещество, которое хранит некие информационные цепочки, которые отражают структуру тех элементов, веществ, которые попадают в эту воду. То есть самого вещества уже нет, а вот эти информационные цепочки взаимодействия с этим веществом остались, и они несут информационный след. Живительная сила влаги человечеству известно давно. Даже создатель теории эволюции Чарльз Дарвин считал, что жизнь зародилась в воде. Правда, при этом он отказывался признать, что человек создан по образу и подобию Божию. Вода действительно несет в себе какую-то энергию. Что это за энергия, конечно, никто на сто процентов сказать не может. То есть все давно уже пришли действительно к однозначному воду, что человеческие возможности безграничны, имеется в виду физические и психические. Но все же почему возможности человека возрастают именно в день, когда Церковь празднует Крещение Господне? И как это связано с изменениями свойств воды по всей планете? Научные исследования показывают, что с 17 по 19 января вода действительно меняет свой состав. Резкий рост ионорадикалов уменьшает кислотность и в полтора раза увеличивает мягкость. Возможно, причиной тому сильнейший поток нейтронов, который обрушивается в эти дни на Землю. По одной из версий, 19 января она пересекает бурное энергетическое течение, которое идет из центра галактики. Без Бога в уравнении делать нечего. Это необходимая величина в любом научном открытии. Без этой силы не двинешься. В каждой клеточке живет божественная субстанция. С этих позиций можно объяснить и строение Вселенной, где триллионы звезд распределены таким образом, чтобы обеспечить существование людей в предназначенном им месте, на Земле. Но почему планета получает энергетическую подпитку именно в день одного из величайших христианских праздников? Ватикан, Сикстинская капелла, знаменитая фреска Миклеанджело сотворения Адама. Великое произведение гениального художника. Но почему живописец помещает Бога и всех других персонажей, кроме первого человека, в некое подобие раковины? Внимательное изучение подсказывает, у нее пропорции полушарий головного мозга. Возможно, это догадка гения. Всевышний по своему образу и подобию создает не только тело человека, но и субстанцию, которая будет управлять его жизнью, то, что мы называем сознанием. Существование сознания является на самом деле просто вызовом науке. Количество знаний о мозге нарастает лавинообразно, но к пониманию сознания это не приводит. И многие исследователи современные, они считают, что просто необходима какая-то другая парадигма. Советский Союз, Пермь, 1973 год. Пермский врач-психиатр Геннадий Крохолев решает экспериментально доказать. Зрительные образы возникают в мозге и передаются на сетчатку глаза, откуда излучаются в пространство. С помощью специально сконструированного устройства Крохолеву удается сделать то, что недавно казалось фантастикой. Он фотографирует галлюцинации своих пациентов. Камера фиксировала некие образы. И когда потом спрашивали у этого припадочного больного, что он видел, он говорит, что меня преследовала огромная змея. И фотоаппарат снял эту огромную змею. Он говорит, что за мной гнался олень по лесу, у меня ужас. А фотоаппарат фотографировал образ оленя, прям рога и прочее. На основе этого эксперимента был сделан вывод. Человеческое сознание существует вне тела. Пермский ученый утверждал, ему удалось обозначить контуры души. Душа, покидающая тело человека, весит 21 грамм. Это опытным путем установил американский врач Дункан МакДугал. Вывод сделан по результатам экспериментов с умирающими пациентами. Их недвижимых укладывали на сверхчувствительную кровать. В момент смерти масса тела резко уменьшалась на те самые 21 грамм. Примерно то же самое происходит и во время клинической смерти. Нервная система отключается, но вернувшиеся к жизни люди рассказывают. Они видели со стороны свое тело и все, что происходило вокруг. Единственное, что я чувствовал, как бы сказать, отстраненность от тела. Отстраненность от тела это ощущалось. Александр Пьяник-Боженко получил уникальный опыт. Он дважды перенес клиническую смерть. Будто кто-то неведомый настойчиво ставил над этим человеком научный эксперимент. И вернув в исходное состояние, оставил подсказку для решения сложной задачи. С научной точки зрения вот эти состояния, как их объяснить, я их объясняю как просто вход в другие измерения. Люди, оказавшиеся за гранью жизни, возвращаются с того света и рассказывают, как изменилось их восприятие будущего. Словно там, на грани двух миров, они получили новое знание. Изменилось качество жизни и смысл жизни. Я начал ценить жизнь. А самое главное, что я задался вопросом, что не во всем я реализуюсь. Что существуют, наверное, еще другие формы реализации. То есть призвания, таланты, способности. Другие, которые во мне есть, их нужно реализовать. И я начал чувствовать людей лучше, тоньше. Подобным опытом могут поделиться немногие. Но какой урок можно вывести из их рассказов? Малое знание уводит от Бога, а большое знание обратно приводит к Нему. Это безусловно. Но ведь дело в том, что это большое знание не всем доступно. Удивительно, но в священных книгах всех религий прописаны не только нравственные законы сбережения души. Там есть и древние рецепты физического здоровья. У смерти тоже бывают выходные. Доктор Юнг из Университета Огайо изучил медицинские карты 300 тысяч человек, скончавшихся от рака. Ученого интересовали три знаковых даты. Рождество, день благодарения и день рождения пациента. Результат получился ошеломительным. Почти четырем тысячам тяжело больных более одного процента. Необъяснимым образом удалось отложить кончину до следующего после праздников дня. Ученый разъяснил этот феномен тем, что в дни больших праздников больные особенно активно обращались за помощью к Всевышнему. А их родственники молились за здравие близких. Но есть ли другие доказательства целебной силы молитвы? Можно, конечно, помолиться, чтобы зуб прошел. Но лучше сходить к врачу. Если религия не претендует на рациональную сферу, то никаких проблем не возникает. Неважно, Тора это, Библия, Коран. Вот там даны истины. Намаз – молитвенный обряд ислама. Правоверный мусульманин должен совершать его пять раз в день, в строго определенное время, не отступая от канонов. Такому порядку есть и сугубо научное толкование. Это не только обращение к Всевышнему, но и продуманная медицинская процедура. Она выстроена, исходя из суточных биоритмов человеческого организма. Особенно значимо время, когда открываются так называемые биологически активные точки на коже. Своего рода пульт управления нашим телом. Таких периодов пять, и они совпадают со временем ежедневных намазов. Для мозга очень полезно и работать. Это орган в человеческом теле, который съедает в работающем состоянии четверть того, что вы пьете, едите и чем дышите. Четверть. Один килограмм вашего тела потребляет четверть того, что вы потребляете вовнутрь себе. Поэтому, так сказать, молитва, она выключает мозг. Она просто позволяет мозгу отдыхать. Врачует и поза, в которой вершится молитва Аттахиат, сидя на коленях. Исследования ученых Дагестанской медицинской академии показывают, что при таком пережатии бедренных артерий вдвое увеличивается кровоснабжение сердца и мозга. Таким образом, пятикратный намаз – это еще и профилактика здорового образа жизни. Молитва – это не попрошение чистого, а это способ наше сознание ввести в некую такую когеренцию или резонанс с более высокими формами сознания. И тогда можно действительно слышать Бога, чувствовать его присутствие. И он даже отвечает иногда человеку на его запросы. Причем вот эти молитвы, они же были разработаны очень древними людьми, старцами, которые просто научились при помощи нашего языка строить контакт с этим высшим сознанием. Исследования энергетических излучений купольного креста в Елоховском кафедральном соборе показали, что они многократно увеличиваются во время пасхальной службы. Такие же свойства биоакустики находят и у боя колоколов. Некоторые исследователи сравнивают скелет человека с музыкальным инструментом. У мужчин он настроен в тональности до диез, у женщин – соль бемоль. Если колокола попадают в резонанс этих настроек, тогда во время звона человек получает то, что называется Божьей благодатью – особое состояние духа, связывающее нас с космосом. Так утверждают ученые. Кандидат богословия Кирилл Копейкин эту теорию не принимает. Я не могу благодать Бога свести к каким-то акустическим вибрациям. Ну, как любовь? Вот любовь, она каким образом происходит? Благодаря чему? Мы даже толком не можем это определить, что это такое. Что-то такое непонятное, что мы бы назвали душой, сознанием, психикой, оно существует. Мы это чувствуем в себе. Современные ученые предполагают, что за понятием душа скрывается записанный создателем код, определяющий развитие вселенной. Судя по древним текстам, это было известно и нашим предкам. Душа не рождается и не умирает. Она не возникла однажды в прошлом и никогда не перестанет существовать. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, бессмертная и изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. Пхагавадгита. Так звучит один из первых вариантов закона сохранения энергии, открытого тысячелетия спустя. Получается, человеческая жизнь – это накопленная энергия чувств, слов и поступков. Все это по законам физики не может исчезнуть после того, как перестанет биться сердце. Я лично неоднократно видел, когда человек, как говорится, испускает дух, то появляется некая дымка, то действительно происходит перенос какой-то информации в другую форму. Поэтому в этом плане, да, душа бессмертна, потому что накопленный опыт куда-то передается, какой-то процессор записывается. «Нет ничего в небесах и на земле, даже весом в частицу одну, и даже того, что менее ее, и что более ее, что сокрылось бы от него, и о чем не значилось бы в ясной книге». Коран, Сура 34, Саба, Аят 3. «Бог все видит» – известная присказка предупреждения о необходимости уважать предписанные Всевышним нравственные законы. Что это? Расхожая фраза или действительно кто-то всемогущий наблюдает за всем, что происходит на земле? С материалистической точки зрения это считалось невозможным до тех пор, пока не появилась теория гравитации Валитова. Российский физик утверждает – мысль материальна. Это силовые поля, которыми может управлять высший разум. Когда делали исследование и измеряли, на каких длинных волн работает мозг, ну, как радиоприемник, то самая большая длина, которую могли померить, равнялась 30 тысячам километрам. Это высота геостационарной орбиты земной. Но есть и большие длины. А это глубиннейшие космические резонансы. Открытием на жипе Валитова заинтересовался Ватикан. Ученый получил письмо от самого Папы Римского, в котором говорится, что его святейшество благодарит его за одно из самых убедительных доказательств – существования Бога. Это настолько шокирует и выходит за пределы наших обыденных представлений о мироздании, что, в общем, мы до сих пор это не осмыслили до конца. США, Калифорния, 1998 год. В Калифорнийском технологическом институте впервые проводится успешный опыт телепортации. Ученые создают точную копию фотона – мельчайшей частицы излучения в метре от оригинала. Поразительно, но современная наука отменяет законы природы. Исследования в области квантофизики показывают, что можно из будущего менять прошлое. Мы проводили такой опыт, что если фотон света, он уже вылетел, и как бы видно, что это волна. Но если вдруг включали на его пути датчик, который регистрирует этот фотон света, то он не просто превращается в карпускулу, он меняет свой параметр в прошлом. То есть уже из источника вылетает не фотон, волна, а карпускула. Австралия, Канбера, июль 2002 года. Группе физиков из Австралийского национального университета удается остановить лазерный луч, расщепив его на части, собрать вновь на расстоянии нескольких метров. Научный эксперимент доказывает реальность существования параллельных миров. Сейчас физики пришли к выводу, что действительно мы находимся как в некой гигантской матрице, или там в квантовом компьютере. Это как раз то, что восточные мистики говорят о том, что мир, с одной стороны, призрачен, а с другой стороны, един. То есть мы находимся внутри большой программы, и где важна информация, а не материя. Новейшие достижения квантовой физики подтверждают эту теорию. Мы действительно существуем в матрице, созданной единым творцом. Именно об этом только другими словами написано в священных книгах. Но приближает ли нас это знание к тому, чтобы раскрыть зашифрованные там откровения? По сути, мы ничего не знаем. Кто мы, что мы можем знать только эту жизнь. Жизнь – это большая загадка. Откуда мы пришли? Куда мы уходим? Мы не знаем. Несколько лет назад Кирилл Копейкин собрал в Санкт-Петербурге на юбилей университетского храма своих однокашников, ставших священнослужителями. Навстречу пришли бывшие филологи, математики, биологи, но больше всего оказалось физикам. Кандидат физико-математических наук Копейкин считает это не случайным. Он сам когда-то прошел тем же путем. Я вырос в советское время, такое материалистическое. Познать истину – это значило познать, как все устроено. Значит, нужно заниматься фундаментальной физикой, теорией ядра элементарных частиц. И вот я как раз стал этим заниматься. Я пришел к пониманию того, что мир этот слишком сложный и слишком тонко устроен, чтобы не было просто устроителя, с которым на самом деле нужно вступать в общение. Когда-то в древности изыскания ученых не мешали им быть глубоко верующими людьми. Когда же возникла пропасть между наукой и религией? Историки знают – начало развития глобального атеизма положила эпоха просвещения. Она на самом деле была эпоха затемнения. То есть вот затмения религиозных, нравственных, духовных истин и авторитетов. Вот что такое борьба веры и научи. Франция, Париж, 1756 год. Выходит в свет подпольное анонимное издание «Орлеанской девственницы» – поэмы, принадлежащей Перу литератор и философа Вольтера. Этот пасквиль на национальную героиню, позднее причисленную клику святых – гимн воинствующего атеизма. Вольнодумец Вольтер и его сподвижники отрицают божественное начало. Они уверены – наука уже постигла, как устроен мир, и обнаружила, что для Бога там нет места. А если Бога нет, значит, можно все. Люди поняли, что монарх – это точно такой же человек, только непонятно, каким образом он посажен на трон. Во время Великой Французской революции голову отрубили тому же самому Людовику XIV. Мир, как говорится, не рухнул. С разгрома церквей и отмены религиозных догматов начинают и большевики в 1917 году. Иконы на свалку, храмы отдают под склады и казармы. Вот у нас есть подлинная научная теория, да, и мы знаем, как построить правильное общество. И мы сейчас с этим обществом будем экспериментировать, как физик экспериментирует в лаборатории. Если какой-то класс мешает построить правильное научное общество, давайте этот класс уничтожим. Поскольку это просто материя, то в этом же ничего страшного нет. Государственной религией в СССР становится атеизмом. Однако, отменив веру, советское руководство активно использует церковные ритуалы. Праздничные демонстрации, как замена крестному ходу, вместо икон портреты членов Политбюро и бодрое громогласное «Ура» заменяет и колокольный звон, и молитва. Фридрих Ницше сказал, если я не ошибаюсь, ну, не ошибусь в дословности, исчезают жрецы и боги, когда человек начинает познавать науку. Поэтому вполне закономерно и, ну, как говорится, волей-неволей приходилось, наверное, все-таки выбирать. А вслед за религией под каток воинствующего материализма попадает и наука. Теперь партийные вожди решают, какие научные исследования прогрессивны, а какие реакционны. И вот начинается вот это вот именно воинствующее хамство, воинствующее неверство. Давайте проголосуем вообще, есть бог или нет. Вот ведь подход. И мы своим научным консенсусом проголосуем, что бога нет. Уважаемый коллегами кандидат физико-математических наук Кирилл Копейкин на пороге своего 30-летия отказывается от дальнейших научных изысканий. В теории элементарных частиц он предпочитает церковное служение и даже не догадывается, сколько открытий ждет его на новоизбранном пути. Я когда стал священником, для меня это было, в общем, некоторой неожиданностью. Я столкнулся с тем, что люди, даже пожилые, очень часто оказываются к смерти не готовы. Может ли вера примирить нас с уходом близких? Где искать доказательства, что смерти не существует? В Перу январь 2018-го. Список катастроф нового года открывает трагедия на участке горного серпантина. Это место называют поворот дьявола. В результате столкновения с грузовой фурой пассажирский автобус падает в глубокую пропасть. 48 погибших и только один выживший. Почему провидение спасает именно этого человека? Когда мы говорим о судьбе, мы говорим предначертанное. То есть мы выполняем определенную картину. То есть есть тот, кто предначертал путь. Иными словами, это чертеж, картина, которая внутри нас, и которую мы так или иначе выполняем. Да, или должны выполнять. Вопрос, постижима ли она. Впереди нас ждут новые неизбежные катастрофы. Людям 21 века они грозят ежедневно. При этом очень часто мы узнаем о случаях, когда люди опаздывают на роковой авиарейс или в последний момент меняют маршрут. Интуиция или божий промысел? Один из явных фаворитов автогонок Формулы-1 внезапно остановился у поворота, где трасса уходит под углом в 180 градусов. Пилот не мог видеть массовую аварию впереди. И тем не менее, что-то заставило гонщика резко нажать на тормоза. И это спасло ему жизнь. Сам он был не в силах объяснить свои действия. Гонщику несколько раз показали видеозапись этого эпизода. В конце концов, человек понял, что заставило его остановить машину. В момент аварии необычно вели себя зрители на трибунах. Все они наблюдали не за ходом гонки, а смотрели куда-то в сторону. Периферийное зрение ухватило этот момент. А интуиция подсказала пилоту, что надо сделать, чтобы спастись. Интуиция – это как бы узнавание события до того, как ты в него попадаешь. То есть на самом деле, ну, это вот как предчувствие будущего. Психологи называют интуицию набором подсказок, который позволяет соединить прошлое и настоящее, чтобы облегчить жизнь в будущем. Проще говоря, мы живем на автопилоте. Но кто устанавливает его параметры? В подсознании хранится вся абсолютная информация о человеке, начиная от того момента, когда соединились клеточка папы, мамы, и появился новый человечек. Вот с этого момента до сегодняшнего дня. И в подсознании хранится информация о том, что для нас хорошо, что такое плохо, потому что ключевая задача подсознания – это защита нас, именно нашего тела и нашего эго. Интуиция, как подсказка Бога, определяет и суть творчества, словно кто-то свыше подводит человека к решению сложной задачи. Вообще, люди, которые чего-то добились или куда-то состоялись, как будто их кто-то подсказывал, как будто их кто-то выводил. Или, наоборот, ставил запрет. И человек понимал, мне не туда, мне туда не надо. Надо прислушиваться к себе, потому что мы очень часто бьемся в ту дверь, которая для нас закрыта. Предположим, какая-то высшая сила ограничивает нашу свободу ради нашего блага. Но как объяснить ситуацию, когда сразу несколько человек вдали друг от друга приходят к одинаковым открытиям? Невероятное совпадение. Две независимо работающие группы ученых в один и тот же день заявили, что закончили разработку нейронных сетей по распознаванию фото. Похожим образом, в 18 веке был открыт кислород, а в 19 изобретен телефон. Что стоит за этим? Простая случайность или проявление коллективного разума человечества? По мнению ученых, коллективный разум – это своего рода база данных, накопленная Вселенной. Она является не только хранилищем знаний, но и каким-то образом управляет судьбами людей. Это некое информационное поле, где есть вся информация о каждом человеке, ну вообще о том, что происходит в Вселенной, о вашем прошлом, настоящем, вариантах будущего, потому что будущее неоднозначно. И как работает интуиция. Для того, чтобы получить информацию, например, из Вселенской библиотеки, с информационного поля снять, нам нужно выйти на связь со своим подсознанием. Это рисунок аргентинского художника Бенджамина Паровичейни. Остров, подписанный как Япония. И плачущие ангелы над огромным водоворотом. На полях пояснения. Величайший шум из всех шумов оглушит все вокруг. Бомба Ф. Все это соотносится с одной из самых грозных катастроф. Начало 21 века. Цунами обрушилось на Японию, что привело к взрыву на атомной станции Фукусима-1. Однако перед нами не иллюстрация. Пророческий рисунок был выполнен в 30-е годы прошлого века. Откуда он это мог знать? То есть он где-то считал это с подпространства. Это люди, обладающие инсайтом. Они видят вот некую причинно-следственную цепочку. Они попадают в некий информационно-временной континиум. И считывают то, что должно быть. Возникла такая теория, что в мозгу хранится не информация, а адреса к ячейкам в гигантской базе данных, по которым человек может достать и складировать информацию. И вновь современные технологии становятся словно иллюстрацией древних мифов и предсказаний. Глобальный разум, бессмертие души, реинкарнация. Разве это не похоже на интернет? Человек уходит из жизни, а мы все еще получаем все эти напоминания о его дне рождения и можем заново пересматривать оставленные записи. Мы представляем образ и можем даже беседовать с ним, если оживим его своим воображением. То есть умер только носитель этих качеств, этого смысла, этого образа. Но не сам образ, не сам смысл. Чем заканчивается наша жизнь? И заканчивается ли она вообще? Что в ней важно, что приходящее? Новейшие технологии меняют нашу повседневность. Человек со страхом и надеждой пытается заглянуть в будущее. Что там впереди? За год нынешняя цивилизация добивается результатов, на достижения которых у наших предков уходили века. А темпы такие перемен, что даже трудно представить. Возможно, что через 15-20 лет начнется массовое внедрение чипа в человека, чтобы избавить от этого постоянного ношения этого девайса, смартфона. И чип – это уже некий биоробот. Это человек, который может выходить в виртуальный мир, в интернет, просто каким-то мысленным приказом, да. И это означает, что в какой-то степени человек начинает выстраивать собственную вселенную. Улицы больших городов заполнены людьми и машинами. Дорожная пробка – как символ современного образа жизни. Колесо к колесу не разминутся. Некогда остановиться и негде остаться одному, чтобы понять, что же главное в твоей жизни. Эти все попытки при помощи науки технологичной, технократичной или же создания искусственного разума, они, в общем-то, все тупиковые. И чаще всего, конечно, приводят к тому, что данная цивилизация, в конце концов, вырождается. Может быть, мы поэтому так внимательны и заботливы к детям, что интуитивно ищем у них какой-то духовной, молитвенной поддержки. Феноменальные результаты исследования мозга во время молитвы. Как выяснил российский биолог Валерий Слезин, когда человек молится, энцефалограмма фиксирует постепенное затухание ритма биотоков мозга до 2-3 герц. Это стадия так называемого медленного сна. Во время бодрствования она наблюдается только у младенцев до 2 месяцев. Таким образом, цитата из Евангелия, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», получила научное подтверждение. Исследователи утверждают, в самом раннем возрасте человек все еще неразрывно связан с теми тонкими мирами, которые определяют его духовную сущность. Ведь маленькие детки, они очень часто общаются со своими ангелами-хранителями. Он еще не знает заморочек нашего мира, его еще не научили. Он общается вроде бы с пустотой гукой, там, ручонки тянет, ему отвечает, он снова говорит, ну, на его языке, языке эмоций. До года примерно детки очень близки к тому миру, откуда они родились. Все чаще мы узнаем о появлении детей со сверхспособностями. Для этого феномена существует и специальный научный термин – поколение «индиго». Они умеют видеть какие-то скрытые связи, они смотрят на мир иначе. И ребенок, когда появляется, он уже получает некие свойства, которые ему пригодятся и будут реализованы, когда он станет взрослым. Через 20-30 лет. Дети появляются на свет с уже заложенной в них программой на далекое будущее. Эту истину интуитивно чувствовали и наши предки. В народе говорят, много мальчиков рождается к войне. В начале 80-х годов прошлого века эта примета получает научное подтверждение. И когда я проанализировал людей, родившихся в 80-м, 81-м году, я увидел, что у них резко возросла кризисная составляющая. Люди рождаются кризисниками, которые приходятся на 99-й год. 98-99. Это когда им становится 18 лет. Я сказал, ой, это было в середине 90-х, я говорю, возможно, что у нас в 99-м году война будет. Потому что это показывает, что они боятся быть убитыми, и что они будут жить и действовать в экстремальных условиях. Причем основная часть именно мальчики. Современная генетика подтверждает, в мире нет ничего случайного. И ДНК – это сложнейший код, определяющий программу жизни не только конкретного человека, но и всего людского рода. Я много лет занимаюсь регрессионной терапией. И это исследование прошлых жизней и жизни между жизнью. И удивительная штука, что все клиенты рассказывают практически одно и то же, когда мы исследуем пространство между перерождениями. Они все вспоминают то, что, ну, во-первых, у каждой души есть свой духовный наставник, ну, кто-то называет его ангел-хранитель, кому как привычнее. И они абсолютно не заинтересованы, чтобы мы выскочили из этой жизни, да, из этой игры до того, как решим свои задачи и цели. Последние исследования приводят ученых к удивительному открытию. У обладающих необычайными свойствами детей из поколения Индиго отмечаются изменения в генетическом коде. Меняется структура ДНК. Значит ли это, что человеческую цивилизацию ждут серьезные перемены? Какую миссию Всевышний уготовил новому поколению? Что будет определять жизнь будущего? Вера в духовное? Божественное начало человека? Или его уверенность в собственной исключительности? Никогда религия и наука не будут идти, как говорится, параллельными курсами. Они всегда будут идти строго перпендикулярно друг к другу. Есть и другая точка зрения. И достижения науки, и религиозные заповеди призваны остановить человека в его самоубийственных порывах. Люди понимают, что если они будут относиться к земле друг к другу так, как относятся, то в одном случае мы не оставим ничего нашим детям и внукам, а в другом случае мы толкаем мир в мировой войне. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Дьявол, слушателя, пророку. Каждый выбирает по себе. Я чувствовал, что там вот в храме, когда я участвую в таинствах, мое внутреннее состояние меняется. До 30 лет Кирилл Копейкин связывает свое будущее с наукой. Университет, аспирантура, кандидатская диссертация по теории физики элементарных частиц. Потом, словно другая жизнь. Духовная академия, рукоположение в дьяконы, ученая степень кандидата богословия. Все это биография одного человека. По словам настоятеля храма Санкт-Петербургского университета, причиной таких перемен стала смерть отца. Отец, я считаю, мне подарил жизнь дважды просто. Первый раз физически тем, что эту жизнь дал. А второй раз вот своим опытом смерти я понял, что все, что, ну, так социально считается важным, там, деньги, звание, должность, это разрушается в одно мгновение, и с собой это в могилу не унесешь. Я понял, жить надо ради того, что со смертью не исчезает, это единственное ценное. Я почувствовал, что да, действительно, вот это правильно, ну, и вот изменил свою судьбу. Вот он путь современного ученого. Соединить для себя две ранее параллельные реальности – веру и знание. Оказывается, они составляют одно целое, и друг без друга не существуют. Современная цивилизация запуталась в паутине накопленных знаний и пытается найти толкование неведомых ранее явлений. Но, может быть, главная загадка таится в нас самих – то, что называют душой. Только она способна подсказать ответы на любые вопросы. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть. Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok